МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, ребят, такого снегопада давно не помнят здешние места. Могилев заметает, но не метель. И даже снежный апокалипсис не помешает нам встретиться с вами и здесь, у звездочета, чтобы рассказать о том, чем живет Могилев и его жители. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такого снежного февраля могилевчане не припомнят давно. Снегопады подкинули работы коммунальным службам. Снег на дорогах и во дворах сегодня, пожалуй, главная тема для работников ЖЭУ, но лопаты в руки взяли не только они. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для борьбы со снежной стихией в один из дворов Могилева высадился целый десант. Это обычные школьники, которым просто нравится помогать. Чисто коммунальные службы, естественно, они не успевают все это убирать. И мы решили помочь. Ну, не холодно на таком морозе? Да нет, потому что мы работаем, нам не холодно. Нам сердце зовет, и мы делаем. По зову сердца лопату в руки взял и Андрей. Этим утром у него нашлось время и главное желание внести свой вклад в чистоту собственного двора. Андрей, расскажи, почему ты решил сегодня выйти на помощь коммунальникам? Ну, двор никогда не видел такого снега. В прошлом году меньше было, в этом году он выпал больше. Это двор, это тут дети гуляют, взрослые. Где-нибудь сеять нужно же. Нужно помочь ЖЭУ, дворникам всем помочь. И если для кого-то зимняя снегопада лишь радующие глаз и полная романтики природное явление, то для работников коммунальных служб это в первую очередь серьезное испытание. Игорь Тимощенко, один из ответственных за уборку снега, признается, справиться без помощи будет сложно. Тяжеловато, жильцы помогают. Работают с 6 часов утра. И каждый день, и выходные захватываем. Ну, давно не помните такого снега? Забыл. В детстве помню. Поэтому Могилевчан просит присоединиться к уборке снега. А под хэштегом «Лопату взял и снег убрал» поделиться видео и фотографиями своих добрых дел можно в соцсетях. Как видим, список желающих с каждым днем растет. А тем временем на помощь коммунальникам в Ленинском районе пришли студенты электротехнического и политехнического колледжей Белорусско-Российского университета. Конечно, мы боремся своими силами. И субботу и воскресенье люди у нас выходили на работу. Не только рабочие, дворники, то есть и КРЗ, и инженерно-технические работники. 15 единиц техники своей. Помогает нам администрация района. 5 единиц у нас еще привлеченной техники. Только на территории Ленинского района больше тысячи жилых многоэтажек. И могилевичанам хочется, чтобы каждому дому вела чистая дорога. Весь снег со дворов могилевчан на огромных грузовиках отправляется на специальные временные полигоны, таких в могилю Витри. Хотите помочь сделать свой двор чище? Берите лопату в руки и присоединяйтесь. Вместе у нас обязательно все получится. Почти год на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией за жизни могилевчан сражаются медицинские работники. Врачи и медсестры оказались в эпицентре опасного вируса. Благодаря призыву медиков в свое время в городе ввели масочный режим, который сейчас помогает сдерживать рост инфицированных. А как же безопасность тех, кто ежедневно дает отпор ковиду? Маски, перчатки, костюмы не просто защищают медиков в работе с зараженными. В условиях потока больных они помогают сохранять выдержку и чувствовать себя в относительной безопасности. Поэтому задача номер один – на 100% обеспечить могилевские больницы средствами индивидуальной защиты, так называемыми «сизами». Мы уже считаем, что это вторая кожа. За это время уже все привыкли. С закрытыми глазами фактически это все одевается. От комбинезонов, респираторов, щитков, шапочек, бахил, костюмов. То есть все, что надо, перчаток. Все есть. И это действительно рутина, которая должна быть в полном объеме. И мы не должны об этом задумываться. В самом начале первой волны коронавируса медики столкнулись с неизвестной болезнью. Правила безопасной работы приходилось вырабатывать по ходу дела. Больница скорой медицинской помощи изначально не была предназначена для лечения пациентов с ковидом. Были выделены другие учреждения для этих целей. И предположительно, к нам пациенты с ковидом поступать были не должны. Но как только эпидемия началась, как только эта пандемия захлестнула наш город, мы тут же увидели по тем индикаторам, как заболел наш персонал, что это не шутки. Потому что на сегодняшний момент для врача очень важно оставаться в строю. Потому как... Ну то, что тогда будет лечить людей. Тогда в первую волну на помощь больницам пришли и организации, и простые горожане. Пандемия сплотила могилевчан. Что касается спонсорской помощи, особенно в первую волну, огромнейшее спасибо всем тем, кто нам помогали, причем всем организациям. Начиная от государственной формы собственности, негосударственной формы собственности, благотворительной организации, религиозной конфессии. Всем огромное человеческое спасибо. Они на самом деле в определенном этапе нас спасли. Отправляемся на склад предприятия «Медтехника». Здесь есть возможность обеспечить средствами защиты больницы и поликлиники всего региона. То, что вы видите на сегодняшний день у нас на складах, это лишь только незначительная часть того товара, который мы отгружаем в учреждения здравоохранения. Нами была налажена логистика, мы отгружаем товар практически с колес. СИСИЗы тут белорусского производства, за исключением респираторов из России и Китая. В нашем регионе производство СИЗов наладили Бобруйская славянка и Могилевское частное предприятие «Белымса». Они производят медицинские маски второго типа, которые обладают фильтрующей способностью не менее 95%, которые рекомендованы для учреждений здравоохранения. Славянка производит комбинезоны медицинские, которые используют медработники и контактные группы, и также в отделениях-стационарах, поликлиниках, халаты медицинские, шапочки, бахилы. И обеспечивают у нас в достаточном объеме и за хорошую приемлемую цену. Самый надежный защитник – респиратор третьего класса. Степень защиты – 98%. За счет большого объема закупок Могилевской медтехнике удается добиваться от производителей цен на порядок ниже рыночных. Так, стоимость одной маски для больниц – всего 15 копеек. Если мы в первую волну, допустим, имели цены по 9 рублей за комбинезон, то теперь мы имеем меньше 5. Всего же за прошлый год медтехники закупили более 4,5 миллионов медицинских масок, 16 миллионов перчаток, сотни тысяч респираторов и защитных комбинезонов. Со стороны цифры впечатляют, но только представьте, скольким врачам СИЗы нужны ежедневно. В больницах говорят, на закупку СИЗов для врачей выделяют бюджетное средство. В больнице на сегодняшний момент существует месячный запас, месячная потребность не только средств индивидуальной защиты, но и медикаментов, дезинфикационных средств, антибиотиков и так далее. Но помощи много не бывает, ведь прямо сейчас каждый день наши врачи борются за жизни могилевчан, спасают пациентов, не жалея сил. И пусть мы не видим, с каким потоком им приходится работать в больницах, поликлиниках, лабораториях, но в наших силах их поддержать. Могилевская больница скорой помощи открыла благотворительный счет, средства с которого помогут пополнить запас защитных средств для медиков, которые в ежедневной борьбе с ковидом делают все, чтобы и нам было не страшно за жизнь наших близких. Может быть, сегодня с трудом верится, но очень скоро в наш город придет весна. И даже среди снежных сугробов мы в небе, солнце и щебетании птиц ощущаем первые признаки марта. А что значит для Могилева Март? Не забыли? Это же Март Контакт. В нынешнем марте Могилевский драмтеатр ждет всех в гости на театральную неделю Март Контакт Бай, которая пройдет по страницам Международного театрального форума. Большой Март Контакт проходил в областном центре 14 раз, но в прошлом году 15-й юбилейный театральный форум вынуждены были отменить из-за эпид-ситуации с коронавирусом. Март Контакт был и остается брендом Могилевской области. За все время существования на форуме показали более двух сотен спектаклей с более двух десятков стран. Их посмотрели больше 40 тысяч зрителей. Этой весной большой и полноценный Март Контакт вновь не получится. Но чтобы публика совсем не заскучала, в Могилеве придумали театральную неделю. В ней будут участвовать белорусские театры со столицей Гомеля, Бреста, Витебска и Бобруська. Мы хотим поддержать традицию проведения этого прекрасного мероприятия, этого театрального праздника, на который съезжаются наши долгожданные гости. Ведь в этом году многие стали домоседами, оставались в своих городах. Но и для многих коллективов, участников, это будет первый гастрольный выезд за целый год. И они тоже трепетно к этому готовятся. В афише 8 спектаклей. Могилевская область представляет два спектакля нашего драмтеатра. Один областного имени Дунина Марцинкевича из Бобруська. И еще один известный спектакль областного театра кукол «Синяя-синяя» по Короткевичу, где в главной роли Николай Стешец. Хедлайнер Могилевской театральной недели, несомненно, «Шлюп с ветром» Республиканского театра белорусской драматургии. Нашумевший спектакль, который планировали показать у нас еще в прошлом году, но из-за коронавируса не сложилось. В тройку лидеров по продажам билетов также входят постановка Брейского театра по Брехту, «Мещанская свадьба» и «Чеховский дядя Ваня» в постановке Гомельского молодежного театра. И, кстати, уже по итогам первых дней четверть билетов на театральную неделю продали. Их можно купить в кассе и онлайн. Цена от 7 до 30 рублей. Знаете, я очень жду весны и надеюсь, что это будет как-то, вот оно совпадет, театральная неделя и весна, которая придет в город. И хочется какого-то уже движения, и чтобы силы проснулись, и чтобы сердце пело. Жду, жду, ну, в ожидании. Самая Камиля Хусаинова представит на театральной неделе спектакль «Лилечка», поставленный на малой сцене по стихам Маяковского и дневникам Лилии Брик. История про любовь и страсть – это всегда актуально. А любовный треугольник Владимир Маяковский, Осип Брик и муза русского авангарда Лилия Брик и через сто лет после самоубийства поэта вызывают у людей интерес. Кроме твоей любви, мне не надо солнца. Это как раз об этом. Конечно, нынешняя театральная неделя – это более скромный формат, нежели привычным могилевчанам форум «МартКонтакт». И все-таки это возможность встретиться с талантливыми театральными постановками и любимыми артистами, которые ждут своих зрителей. Дальше театр после фестиваля будет жить, и будут новые премьеры, мы их ждем. Сейчас стартует детская сказка про динозавров, и дальше «Гамлет», и много еще премьер, и поэтому театр не может без зрителя. Так что зритель, приведи! Театральная неделя «МартКонтакт Байф» пройдет в Могилеве с 21 по 27 марта. Звыше сями тысяч мов и снуе у свете, але родная, белорусская, зразумело займая особливое место у сердцах могилевчан. На этом тыдне у Могилеве отзначили «Международный день родной мовы». Любите и шануйте родную мову! Узнеслости! Натхненья! Добряний! Новых девушек! Новых книг! Весновых настроек! Это пожедание отвыховаться у театральной студии «Укропку». До речи яны уже не первый год сябруют за бластной библиотекой имя Ленина. И до свято родной мовы школьники подрактовали белорусские верши и песни. С нашей сдымочной группой подзарилися своими думками на конт родной мовы. Я лечу, что наша мова вельми милогучна, цікава. Наша мова – это вельми чудовный, выдатный гук. Я лечу, что каждый, кто его чует, просто закохается в ее. Наша мова – это не просто набор из литр. Для меня это родная штость. И я лечу, что это частинка души каждого белорусского человека. Ци потребна молодому человеку ведать нашу родную мову и разговлять? Так, я ее потребна ведать, так как это спадшина от продка и это один из самых пригожих языков. Моя мова – моя спадшина. Под таким девизом пройшла с встреча с письменниками Могилевшины. На ее завитали самые выдатные творцы нашего города. На питании, что для вас родная мова, каждый отказывает по-своему. Что такое мова в оголе? Мы это повинны ведать и повинны передавать молодцы, потому что для меня особиста белорусская мова, если коротенько говорить, то это мое минулое, сучасное и будущее. Сегодня мы будем говорить про любовь до родного слова, про любовь до родимых, про то, как мы на Могилевщине развиваем и мацуем белорусскую мову. А ты запотребована сегодня родная мова у молодцы? Видите, на Могилевщине я однозначно могу сказать, что все род молодцы, еще больше и больше возрастает цикавость до белорусской мовы. И это чудовно. Становятся запотребоваными творцы могилевских письменников. На встречу завитала и могилевская детячая письменница Жанна Устинова, больше вядомая, как Жанна Милс. Гэтым разом презентывала сборник вершев не для детей, а для дорослой аудитории. Коли для маленьких читачев аутар пише выключено на русской мове, то для дорослых только по белорусскому. Гэтый сборник называется «Моей медунидой», и он белорусскомовный. Для дорослой аудитории тут верши присвечены моей малой родиме. То есть везкам Могилевского края, где она родилась. В одной везке она родилась, а в другой везце я росла, а в третьей везце зараз живу. Так сталося, что такой девосный трехкутник моего леса отрымался. И все эти асоциации, которые связаны с моим детством, с талением, любованием родной природой, люди, белорусские люди, их ширые разговоры. Все это и легло в основу створения этого сборника. Знаете новый сборник Жанны МИУС можно на полицах Могилевских библиотек. Дарыша марафон родной мовы продолжится до конца тыння. Библиотеки Могилева запрашают в Раджан на интерактивные мероприемства, где каждый может проверить свое володание белорусской мовой. По данным Белстата, сало белорусы едят даже больше, чем украинцы. 38 килограммов в год. Не каждый может себе позволить подворье с хрюшей. Большинство жителей, особенно городских, отправляются на рынок. И здесь мясных продуктов на любой вкус. И грудинка, и вырезка, и шпик, да и самое обычное сало. Какое самое вкусное сало? Ну это на любителя, кто как любит. Кто любит полосатое, кто белое, кто с мясом. Это на любителя, а так оно все вкусное. На центральном рынке мы насчитали полтора десятка точек с вкусным и полезным продуктом. Каждая продает сало минимум 10 килограмм в день. Это часть боковая, такой шпик по-деревенски. Вот производитель Минская область. Очень хорошо они тоже делают, кстати, с легкой полоской. Когда полоска небольшая, тогда она не тянется, она достаточно нежная. Если полоска уже больше, то немножко надо подмораживать. Все сало белорусское среди производителей и Могилевской райпо. Правда, сало здесь только свежее, можно сказать, наисвежайшее. У нас есть своя обойня, где все мальчики обрабатывают, смолят очень хорошо. Хорошие цены у нас, низкие цены в разрубе. Ну, какие цены? 6,47. 7 грудиночка сальца с малиной, хорошо. 6,40 лопаточка. Шейка на косточке 6,70. Если цены на мясо в последнее время немного поднялись, то цены на сало отличаются стабильностью. От 8 рублей до 16, в зависимости от типа засолки и специй. С чесночком, лучком, тмином или перцем. К слову, на рынке можно и поторговаться. Мы стараемся держать эту цену, чтобы наши покупатели, поскольку их сейчас немного все-таки, чтобы они оставались с нами. Захаживают на рынок и молодые люди, и пенсионеры. Валерий Николаевич – постоянный покупатель. И толк в сале знает. Говорит, лучшей пары к белорусской картошечке не найдется. Это лучше, чем колбаса и так далее. Именно домашний. А сколько сала едите в месяц? В месяц? Ну, в день там грамм 50 может. Ольга Васильевна по профессии технолог пищевой промышленности. Поэтому даже на глаз легко может определить качество продукта. Сало выбирать, во-первых, нужно в первую очередь по размеру, чтобы оно было толщиной с ладошку. Вот это настоящее сало. А все остальное – это подобие сала или, так сказать, недоделки наших рук. Я одна, и я беру килограмм. На месяц мне хватает. Сало сейчас совсем не дефицит. Покупать его впрок не стоит. Однако продавцы делятся советом, как хранить сало правильно. Лучше всего завернуть в марлечку. Когда его заворачиваешь в марлечку, он тогда не сохнет. Понимаете? И хранится долго. Шкурочка остается мягкой, хорошей. А где сало лучше хранить? В морозилке или… Когда его морозишь, оно набирает запах холодильника остальных продуктов. Поэтому лучше это сделать на низ холодильника. Положить, завернуть в марлечку, пакетик достаточно вот такой. И положить на низ холодильника. Оно будет прекрасно обижать. О нормах натурального продукта в рационе и рекомендациях диетологов рассказали специалисты в Могилевском университете продовольствия. Оптимальная норма потребления сала 20-30 граммов в сутки. Самый идеальный вариант – это, конечно же, сало без дополнительной технологической обработки. Так как при этом не теряются те полезные вещества, которые в этом сале находятся. В состав входит более 88% жиров. И жирно-кислотный состав, который характеризуется большим количеством полиненасыщенной жирной кислоты, которая носит название арахидоновая, которая очень полезна для сердечно-сосудистой системы. Это первый момент. Второй момент – то, что в качестве микроэлементов, содержащихся в сале, содержится также и селен, который также необходим для нормального функционирования организма в целом, а также как активный антиоксидантный элемент. У самого Олега Владимировича сало на столе каждый день. И свои секреты, как усилить вкус продукта. Сначала с чесночком, а потом с луком. Для каждого кусочка сала должен быть, конечно, свой компонент, который будет подчеркивать нейтральный вкус сала. Однако тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатит, холецистит, сало из рациона нужно исключить. И помнить о том, что на столе, особенно зимой, должно быть больше овощей к салу. Расстояние дружбе не помеха даже в сложной эпидемиологической обстановке. Так говорят в Могилевском колледже искусств. Творческая дружба с коллегами из России переросла в совместный проект. Теперь в Могилеве есть российский культурный островок. Я частичка России. Таких уголков всего четыре. Открыто в мире. В рамках вот этого проекта это Индия, Италия, Венгрия и Могилев. Сегодня мы можем уже с гордостью сказать, что это такой живой пример народной дипломатии, воплощенный в жизнь. Частичка России в Могилеве – это выставка работ творческой молодежи из Российской Федерации. Ее оценочная стоимость – около четырех тысяч долларов США. И она – подарок для могилевчан. Дар нашему колледжу было передано 30 работ графики и живописи, представленные вот здесь. Уже это все к нам пришло оформленное, в рамочках, все красиво. И два народных костюма. Брянской области – Брянский строй. И что хочется отметить, очень похожи эти костюмы на наши тоже национальные костюмы, наши Могилевские области. Перекликаются и орнаменты, и вот вообще как бы из чего состоит костюм. Главная ценность костюмов – аутентичность. Старинная технология ткачества на станках, а еще ручная работа. Художественная часть выставки – это полотна в разной тематике и технике. География авторов тоже разнообразная. Открывать экспозицию планировали совместно с гостями из России, но из-за пандемии встречаться пришлось онлайн. Мы надеемся, что эта выставка, которая открыта будет в Могилеве, послужит таким мостиком между нашими народами в форме народной дипломатии и послужит обогащению традиций наших корней, культур, как белорусских, так и российской молодежи. Крепкая дружба началась больше трех лет назад на пятом форуме регионов Белоруссии и России. На встречах творческой молодежи могилевчане договорились сотрудничать с коллегами из города Новозыпково Брянской области России. С тех пор учащиеся Могилевского колледжа искусств трижды ездили в гости. Визиты оказались плодотворными для обеих сторон. Проводились различные мастер-классы по керамике, по живописи, по качеству. Нам было что показать? Ну, вначале мы поехали, как бы мы даже не знали, что там будет и как там все это будет выглядеть. Но в итоге я там тоже проводил мастер-классы по керамике, по гончарству. И очень им это все понравилось. Очень тесно завязались наши отношения, что не просто так мы, конечно, съездили. Специально для новой экспозиции в колледже искусств открыли и новую выставочную площадку. Прийти сюда может любой желающий абсолютно бесплатно. Вслед за проектом «Я частичка России» будут и другие экспозиции. Теперь этот небольшой выставочный зальчик мы планируем отдать под арт-проекты, мастер-классы, выставки персональные или групповые. И, в общем, оно будет работать, как еще одно новое арт-пространство в городе Могилеве. И, конечно, мы хотели бы, чтобы здесь самые талантливые люди Могилевщины и не только, выставляли свои работы. Полюбоваться Могилевско-Российским островком горожане смогут в ближайшие полгода. А дальше новые экспозиции от местных и зарубежных мастеров. Могилевская фотохудожница Ирина Савосина Ирина Савосина любит фотографировать Печерский лесопарк. И доказательство этому ее фотовыставка в окнах Могилевской центральной городской библиотеки. Она называется «Печерские зарисовки». И здесь представлены снимки, сделанные за последние десяток лет. Печерск прекрасен в любую пору года. Это видно на фото Ирины. Но саму фотохудожницу больше всего вдохновляет зима. Печерск мне интересен больше зимой. Летом не вдохновляет. Масса деревьев, там лучше отдыхать, а на озере лучше купаться, конечно, и загорать. Не зря Печерский лесопарк называют «зеленым сердцем Могилева». Но сейчас оно белое-белое. И снег искрится на февральском солнце. Печерство люблю за то, что это все-таки больше не парк для меня, а больше лес. Лес, причем сосново-еловый. Там, где дышится намного легче. Ведь считается, что хвоя – это оздоровление для человека. Поэтому подышать, погулять в таком лесу очень приятно. Все могилевчане обожают гулять в Печерском лесопарке. Дышите глубже. И на неторопливых прогулках, и на активных спортивных тренировках. Но вот что касается фотохудожников, то они не очень любят снимать сам лес, деревья. Им нужно выйти на более открытое пространство, где скамейки, грибок со снежной шапкой на зимнем пляже и даже обычная доска для объявлений могут стать произведениями искусства. Потому что линии на снегу чертят свет. И только он может нарисовать что-то интересное, сделать предмет объемным, какую-то деталь объемную, и сделать, нарисовать интересную тень, живописную, которая тоже хороша для фотографий. Когда Ирина приехала в Могилев, это был 1979 год. Ей Печерский лесопарк сразу понравился, особенно зимний. И это вид на фотографиях того времени еще черно-белых. Ее тогда удивило, что лесное Печерское озеро искусственное, которое сделано с помощью плотина на Дубровенке. Это, кстати, и не все могилевчане знают. Перед выставкой я стала более подробно искать информацию по истории Печерска. И нашла, что первое упоминание – это 1632 год. И уже это называлось Печерск. История и само название Могилевского Печерска, наверное, связано с Киево-Печерской лаврой. Ведь именно Киево-Печерскому монастырю завещал в XVII веке свое здешнее имение Головчинский князь Алексей Лохтынович. В Печерске находились резиденции православных и католических епископов. Загородная резиденция католического епископа Богуша Сестранцевича в XVIII веке состояла из каменного двухэтажного дворца, сада с оранжереей, нескольких фабрик, пивоварник, орчмы и водяной мельницы. В XIX веке тут был военный госпиталь и богодельня для инвалидов. Теперь же Печерский лесопарк – это зеленая территория. Более 300 гектаров на северо-западе Могилева. Сюда приходят все больше людей в любую пору, в будни и выходные для прогулок, пикников, спорта и праздников. Городские микрорайоны подступают к лесопарку плотным кольцом. Как же сохранить это прекрасное место для потомков? В первую очередь любить этот парк, чувствовать, что он живой, и как к живому относиться и беречь его, и быть просто аккуратными, находясь здесь и вообще в любом месте. Прогулки по Могилеву прекрасны, но, если честно, мы жутко замерзли и спешим на студию отогреваться. Кстати, синоптики обещают, что уже на следующей неделе в Могилев придет плюсовая температура. Ну а мы назначаем вам новое телесвидание уже в следующий четверг здесь, у «Звездочета» на «Беларусь-4» Могилев. «Звездочета» на «Беларусь-4» Могилев.